В Муравленко стартовала 17-я спартакиада молодежи города. Первым ее этапом стал фестиваль ГТО. Более 30 студентов и лицеистов могли проверить свои силы в гибкости, ловкости и скорости. На протяжении пяти лет спартакиаду молодежи города открывают фестивалем «Готов к труду и обороне». Право представлять образовательное учреждение в этих состязаниях получают самые активные студенты и лицеисты. Для каждого из них спорт давно стал нормой жизни. Мы всегда открываем год именно с оздоравливающего направления, потом они переходят на уже более спортивные игры и более другую узкую специфику. Это популяризация. Сразу мы видим, как мы вышли после новогодних праздников, в каком составе, в каком количестве и, соответственно, в какой оздоравливающей форме. То есть, насколько мы видим, ребята подготовлены. Соответственно, сюда попадают лучшие из лучших тех учреждений, потому что не у всех физическое состояние состоит для того, чтобы ребята выступали на данных соревнованиях. Участник всероссийских состязаний, победитель и призер окружных первенств и турниров по настольному теннису Данил Исупов старательно проходит все этапы. Говорит, самое простое упражнение для него – рывок гири. Его он выполнил 51 раз. Технически сложно было. Мог более легче выполнить норматив. Только правой рукой ног. Технически сложно было. Лично для меня самое трудное упражнение – прыжок в длину, а комплекс упражнений достаточно легкий. Кроме силы и выносливости участники могли проверить свою гибкость и прыгучесть, отжаться и подтянуться. Выполнение каждого упражнения происходит под контролем судей городского центра тестирования. Екатерина Шишкина, например, лучше остальных справилась с выполнением упражнения на гибкость. Такая гибкость – это результат многолетнего труда в спортивном зале, говорит девушка. Екатерина уже более шести лет занимается от хэквондо. Я считаю, что сдача норматива в ГТО – это очень важно для оценки своих сил, поддержания формы. Баскетболист Владислав Никулин с легкостью прыгает больше 2 метров 40 сантиметров в длину. Его показатель – один из лучших среди участников спартакиады. Для меня прыжок дается очень легко, в принципе, потому что я в своих тренировках удивляю в основном упражнения на ноги. А так, в принципе, для меня самое сложное упражнение здесь было – подтягивание. Я пришел сюда, чтобы показать себя, сделать все на максимум. ГТО нужно сдавать для того, чтобы знать свои возможности. Ну и, в принципе, в свой предел. Я для этого сюда и пришел. В 2023 году около 8 тысяч муравлинковцев сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Еженедельно в центр тестирования приходят десятки жителей, чтобы проверить свои возможности. Для того, чтобы приступить к сдаче нормативов комплекса ГТО, необходимо получить разрешение врача, а также пройти регистрацию на официальном сайте. С марта прошлого года структура комплекса ГТО видоизменилась с 11 возрастных ступеней на 18. В планах работников центра тестирования активизировать работу и увеличить показатели. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» помогает решать задачи федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Нацпроекта «Демография». Анастасия Попова, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.